Так, вот он наш Вениамин. У Вениамина... Котя, посмотри на меня. Да, мяу. У него как бы через ровно стоит, а нижняя часть как будто оторвана даже вот так вот. В день, когда Вениамин поступил к нам, он сразу был показан врачу, и мы записались на операцию через два дня. Да, не кормят. Перед операцией нельзя есть. Ходит кот в лоток. Ест он жидкую пищу, пока у него проблемы с челюстью. Отлично ест. Очень ласковый кот. Очень ласковый кот хороший. И очень голодный сегодня. Держите кулачки. В 12 часов поедем оперироваться, и какая-то проблема у нас с задней лапкой имеется. Проблема наступает, но хромает, как-то подтягивает ее. Мальчишки в клинике им разрешили походить. Тут пока никого нету. Мальчики ходят ищут еду. Не могут найти. Кузеньки сняли воротник. Будем наблюдать за ним. Кузя, мы за тобой следим. Очень тесно-плотный кот, просто он сейчас сразу начнет вылизываться. А ему пока нельзя. Венечек ты ищешь. Ням-ням. И посмотрите, хотел показать вам, как венчик прихрамывает на левую лапу заднюю. Будем делать рентген, когда он уснет. Не стали мы его мучить особо. Сделаем рентген, и будет понятно, что у нас там таз, лапа или просто уши. Кузя, мы поняли, что ты голодный. Поняли. Классный голодный кот. В общем, немножечко наша операция перенеслась, и мы пока погуляем. В общем, друзья вернексы, кричим мы только, когда нас не гладит, а когда мы голодные. Вот он сейчас голодный, но его гладит. Сидит на ручках, все, сразу успокоился. Начинаем пятикуньечку искать ему семью. Хоть у нас еще впереди лечение, но очень классный, крутой кот. Такой нежный, ручной ходит в лоток. Вот все сидит спокойно, не кусается ничего. Не то, что Леонид, да? Да. Красивый кот. Котя-шпротя. Так, Леник у нас приехал сегодня на операцию. По лапе мы сейчас посмотрим, да? Да, сейчас мы сделаем седацию, он заснет, посмотрим по рентгену, что там у нас с лапкой. Ну, чтобы он такой беспокойный, чтобы лишний раз не травмировать. Помешает нам сделать беспокойный рентген, да. Да, просто вспомнил, он заснет, и мы просто посмотрим, как и чего там. Да, вот он уже, не нравится, что ему трое. Ему не нравится, что вы его отпустили. Вы будете гладить, он успокоится. Ну, может быть, да. Он такой общительный. А с челюстью что мы будем делать? Я так понимаю, челюсть-то... Челюсть у нас сломана с челюстью слева, вот, и ушло в сторону. И там гной, процесс гнойный, поэтому пару дней мы и подождали. Ну, сейчас мы его вложим в сон и будем думать, как собрать. Вот так получится построить, да? Мы будем прикреплять, скорее всего, эту сторону к той стороне. Все, хорошо. Глянь, до спорта. Все, хорошо, спасибо. Начинаем тогда, чтобы не задерживать. Да. Венька, держись. Венику принесли миску, чтобы если тошнить будет, он пошел еду там смотреть. Что, веник, нету, да? Проверил? Обманка. Он еще и вылизывался пытается. Он, кстати, вылизывается. Передние лапы вылизывают. Со сломанной челюстью. Вот, конечно, что было. Вот у нас переломчик, который уже срастается. Вот, вот области бедра. Мы видим перелом. Ну, он срастается. То есть, мне не нужно дополнительно что-то делать. На автозу нормально все. Ну, так бы не видим. Ну, все ровненько тут стоит. Вроде они совпадают все. Нет, это вот здесь. Она даже припухлость чувствуется. Я когда его осматривал, коленки чувствуется припухлость. Она коленка чуть больше, чем другая. Ну, вот она. Ну, ничего тут сильно страшного нет. Цветы вытянутся, просто он подрастет. Расти. Кости растянутся, и все. Все? В общем, в этом плане без операции. Ну, хорошо. Значит, тебе надо мордашку починить, чтобы красивше стал. И так красиво, скажи. Чтобы есть смог. И все. Веничек у нас после операции летит сой. Бокс. Вода уже стоит. А еду сейчас... Ай-яй-яй-яй. Не закроем, да? Да-да-да. Давай. Да-да-да. А еду сейчас будем делать в блендере. Венички. На протяжении месяца Андрей Валентинович сказал, лучше не жевать. Поэтому либо паштетики, детские питания, либо делать в блендере. Ну, к счастью, у нас есть теперь блендер, в котором мы можем просто кошачью еду перемалывать с водичкой. Упадешь ты веник сейчас? Ну, пойдешь. И будет кушать он эту еду. Так что мы пошли делать супер питание для супер кота. Он очень голодный, очень хочет кушать. Возможно, еще хочет в туалет. И еще немного не отошел от наркоза, скажи, да? Ну, от еды не откажусь. Так что вот такая вот история у веника. Будем надеяться, что уже нашли ему хозяйку. Девушка написала, что хочет забрать его. Так что держим кулачки за восстановление. Держим кулачки за то, чтобы этому красавцу ласковому нашлась семья поскорее. Очень ласковый кот, очень хороший, милый. В общем, держите кулачки. Первая в России бесплатная санчасть будет спасать этого малыша. Ну, а с нас с вами кулачки. Поддержка репостами, комментариями. Любая поддержка всегда важна для нас. Не голодный. А чего же так кричит? Вон, еще видишь, сколько осталось в миске. Сейчас покармлю. Подожди. Подожди, убираем вас. Сейчас мы тебе положим. Она правда, она не обманет. Она положит. Я положу. Я не обману. Венечка, она тебе кладет еду, да. Я по-честному. А ты сама прожуешь. Ну, я не знаю, ты закопала свою еду? Да, она там вообще устроила. На ковардак, да. А что ты сделала? Что это? Наполнитель. Зачем в еде? Зачем такой наполнитель? Зачем наполнитель в еде? На, мой сладкий тебе. Голодный тигра. Простите. Я побоялась, что будет много. Оказывается, много. Нет, нет. Из лучших побуждений. Ну, просто мы не стали класть ему много. Да. Потому что мы после операции... Только-только. Как некоторые кошки, может попробовать есть-есть и уснуть там. Но он вкушает. Вкушает довольно хорошо. А язык по привычке держит на бок. Ну, в общем, все. Сейчас доест, спать ляжет и все будет у него отлично. Те прогуливаются. 12, 13, 14, 15, 16. Венечек, про тебя видео мы не разместили. Ты спрашиваешь, как у тебя дела? Как? Как дела? Венечек, все хорошо? Все намного лучше? Отлично. На третий день после операции к Венику приехала будущая хозяйка, которую очень хотелось с ним познакомиться и забрать домой. И у них произошел коннект. Так что держим кулачки, выписываем Веника, и он отправляется прямиком в новый дом.